В Кунгуре продолжается один из главных праздников зимнего спорта – лыжня России. Несмотря на то, что нестабильная эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и массовые забеги были отменены, гонка продолжает набирать обороты. О нововведениях рассказала заместитель директора лицея номер один Людмила Сарапульцева. Ребенок регистрируется на портале «Умный спорт». Как только он проходит два километра, замеряет себя, замеряет с помощью наших учителей физкультуры, фотографирует и результаты и фото выкладывает на портале «Умный спорт». Более 300 ребят из лицея, вооружившись спортивной экипировкой, сегодня преодолевали трассу протяженностью в два километра. Для лидера среди юношей 10-го класса Юрия Рожкова участие в соревнованиях стало традиционным, ведь лыжная прогулка на зимнем воздухе дарит исключительно положительные эмоции, признается лицеист. Погода отличная, теплая, лыжи отлично катят и трассы хорошо накатаны. Трасса очень хорошая, впечатление отличное. Любовь к столь популярному зимнему виду спорта объединяет множество поколений. Принять участие в забеге могут все желающие. Опытная лыжница Арина Галкина признается, что не упускает ни единой возможности прокатиться с ветерком и, как правило, показывает отличные результаты. Девушка уверена, попробовать свои силы стоит каждому. Занимаюсь 4 года. Примерно так. А так сама, если не на тренировке, то с детства папа приучил к лыжам. В первую очередь это полезно для здоровья и в сторону какой-то определенный азарт, это интересно, хоть какое-то разнообразие в жизни. Я считаю, что должен каждый проехать. Напомним, что в этом году лыжня России длится с 26 января по 13 февраля в новом цифровом формате. Если вы еще не успели принять участие, то самое время зарегистрироваться на сайте умныйспорт.рф на забег с дистанцией 2, 5 или 10 километров. Здесь же вы получите личный номер. Отметим, что для участия онлайн необходимо фото или видео подтверждение результата, зафиксированного на старте. Далее изображение следует просто прикрепить в свой личный кабинет. Еще более комфортный и современный. Городской стадион труд в микрорайоне Черемушки в скором будущем ждет преображения. Ранее решение поддержать реконструкцию стадиона труд в Кунгуре было озвучено губернатором Пермского края Дмитрием Махониной на совещании с главами Кунгурского городского округа Вадимом Лысановым и Кунгурского муниципального района Сергеем Крохолевым, вступившими в процесс объединения территорий. На сегодня подготовительная работа подходит к концу. На реконструкцию планируют направить около 60 миллионов рублей. Уже сейчас известен план работ. Депутат этого округа Дмитрий Лаврентьев лично принимал участие в обсуждениях будущего спортивного сооружения. Ведь в какой-то момент в кулуарах власти ходили разговоры о размещении на территории стадиона новой школы. Два года назад примерно на этом месте краевые власти хотели построить общеобразовательную школу. И я был ярым противником строительства этой школы. Мы депутатами, командой депутатов с администрации писали письма и министру образования, и губернатору. И благодаря поддержке властей все-таки было выбрано три площадки для строительства новой школы. И сегодня мы уже все знаем, это уже как бы событие подготовлено, что строительство школы будет на Красногордейце в 47. Да, будет школа современная на 825 мест, будет дополнительное образование, будут стадионы у ней свой пенешкольный. Ну, современная, хорошая, красивая школа. А сегодня, конечно, хочется сказать о том, что будет на стадионе в ближайшие пару лет, потому что все жители интересуются, какая реконструкция, что планируется на стадионе, когда это будет. Поэтому вот хочу сказать, что в этом году идется проектно-сметная документация, значит, сейчас будет госэкспертиза в этом году, а в 2022 году уже начнется строительство и реконструкция. Ну, я думаю, что масштабная будет реконструкция этого стадиона. Футбольное поле обретет искусственное покрытие, появятся новые беговые дорожки. Площадка будет освещена со всех сторон, а ледовый каток переедет. Его планируют заливать на площадке, где сейчас проводят заревнования по мини-футболу. Не останется без внимания и зона воркаута. Появившись совсем недавно, площадка пользуется спросом у жителей. Для охвата всех возрастов здесь планируют обустроить место и для юного поколения. На этом не останавливается и у нас новый директор стадиона, труд, который два года уже работает, Катерина Анатольевна Асмехина, креативная. И мы, когда обсуждаем какие-то моменты, мы понимаем, что мы сделали для взрослых, но нам не хватает площадки для маленьких еще детей. И посмотрели и подумали еще о концепции, что, наверное, в дальнейшем здесь еще будет третья площадка, которая будет для детей до 14 лет. С такими детскими тренажерами, но тоже связано со спортом. Не забыли в рамках благоустройства и про места для игр с мячом. Комфортные баскетбольные и волейбольные площадки также есть в проекте. После завершения всех работ, а они, напомним, запланированы на следующий год, стадион труд станет знаковым местом для занимающихся спортом кунгуряков, а их год от года становится только больше. После того, как это пройдет реконструкция, я думаю, что мы увидим, что еще больше будет здесь молодежи, будет старшее поколение. Здесь и так уже занимаются скандинавской ходьбой, столько ходят бабушек и дедушек. И также эта площадка и культурного, для культуры города, она тоже притягательна, потому что здесь проходят массовые мероприятия и воздушная ярмарка. Ну а каток, я думаю, что будет перенесен на ту половину и будет заливаться, и там же будут тоже построены теплушки. И все для того, чтобы вот это оставалось неизъемлемой частью стадиона. Меня зовут Матвей Горбунов, я являюсь студентом Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Александровича Герасимова. Учусь на режиссерском факультете на третьем курсе. Сегодня мы рады представить вам наш короткометражный художественный фильм «Каникулы в Кунгуре». Вечерняя премьера. Выпускник лицея, а ныне студент режиссерского факультета в ГИКа Матвей Горбунов, сделал приятный подарок кунгурским зрителям. Одну из своих учебных работ, короткометражную картину, он полностью снял в родном городе. «Каникулы в Кунгуре» – это молодежная история, затрагивающая очень острую и серьезную тему. Наиболее целеустремленные студенты, оканчивающие столичные вузы, не спешат возвращаться на малую родину, лишая тем самым город будущего со своим участием. Даша, студентка МГУ, приехав на каникулы буквально на 10 дней, не видит своего будущего здесь. А возвращаться ты не хочешь? Нет. А зачем? Ну? Ну вот давай объективно. Работы в городе нет. Зарплата средняя в 3-4 раза меньше столичных. Заводов, градообразующих предприятий тоже нет. Следовательно, экономика упадки. Более патриотичный, еще пока не почувствовавший столичной жизни Андрей, старается разрушить эту аксиому, приводя в пример реальные судьбы реальных людей, приехавших и реализовавшихся в родном городе. Помнишь театр, который мы сегодня проходили? Так вот, режиссер, который его ведет, он окончил московский бус и приехал сюда. И организовал это все с нуля. И работает он не за 15 тысяч, а за идею. И так многие в Кунгуре. У них просто выбора нет. Да, но... Вот представь, ты учитель. И твои дети сдают ИГО на сотку. И потом к тебе на репетиторство будут приезжать другие из края. И они тоже будут сдавать. И так каждый специалист в своей области будет прославлять свой город. А видишь там вдалеке гипермаркет? Да, да, я знаю. Там раньше был дворец культуры. Дело не в ДК, а в его директоре. А что с ней? С ней. Она столько лет уже все организовывает. Не знаю, как у нее терпения хватает. Даже когда здание подписали под снос. Но дело не в этом. Она осталась в Кунгуре еще в конце 90-х годов. Знаешь почему? Потому что влюбилась. Хотя в планах было совсем другое. Показывая красоту родных мест, юноша, казалось бы, убеждает в своих суждениях Дарью. Будущее в маленьком городе есть. И самореализация в нем принесет более заметный вклад в развитие. В последний день своих каникул единственным аргументом не возвращаться. Девушка называет лишь возможную проблему – не устроить свою личную жизнь. Помнишь, я тебе говорила, что никогда бы здесь не осталось? Да. Раньше я была убеждена в этом. Я сейчас понимаю, что осталось бы, если влюбилась. Но я бы здесь себе никого не нашла. Но этот город на этом и держится. На чем? На любви. Но не сумев выйти из своей зоны комфорта, Андрей теряет связь с Дашей. Опоздав проводить ее, он обрывает общение, так и не сумев переубедить девушку. Символичность случившегося прекрасно показывает проблему выбора будущего поколения. Зрители приветствовали картину искренними отзывами. Я хочу сказать, что лично у меня прямо до слез. История, не знаю, она мне очень откликнулась в моем сердце. Знаю людей, у которых тоже были такие ситуации. И также был неоднозначный выбор, который все-таки был сделан, как в указанном фильме. Хочу сказать, что очень понравилось. И пожелать продолжения освещения таких тем, ну, как любовь, это, мне кажется, ключевая тема. И просто сказать спасибо. И история очень проникновенная и для меня личная, потому что тоже получила высшее образование. И сейчас я учитель в Кургурском районе. Картина не оставила неравнодушным никого. Трогательная история очень точно показала и точку зрения самого автора. Матвей Грабунов, скорее всего, и сам понимает, что приближается к этой важной жизненной точке, когда необходимо будет выбрать свое будущее. А оно у такого талантливого человека, безусловно, есть и очень-очень светлое. Быть может, вскоре зрители увидят в титрах на большом экране имена этих поистине творческих ребят, рожденных в Кунгуре. Всего прошла неделя, он уезжает с ней, забыв про дом, учебу и про своих друзей. И хочет думать, что она уедет, и увы, скоро повстречает девчонку из Москвы. Одна из тех, кто в этом месте прожила, она лишь приезжает. Говорим слова благодарности за ту огромную работу, которую вы провели со своими воспитанниками, с тренерским составом и то, что вы свою жизнь посвятили именно спорту города Кунгура. Огромное спасибо вам и всего самого хорошего. Здоровья! Свой 85-летний юбилей отметил Эриксон Иванович Клоков. Кунгурики знают виновника торжества как лучшего наставника, талантливого легкоатлета и просто замечательного человека. Под его руководством вырос не один великий спортсмен. Всю свою жизнь он посвятил здоровому образу жизни и в буквальном смысле заражал этой любовью окружающих. Сегодня он является ярким примером огромного трудолюбия и стальной дисциплины. Фраза «сила есть, ума не надо» не про нашего героя. При выполнении мастера спорта, естественно, нужен талант. Но правильное занятие, правильные нагрузки, дальше очень большое влияние имеет питание, сон, режим дня. Только тогда можно, и хороший интеллект самого спортсмена, только тогда можно спортировать, показывать высокие результаты. Эриксон Иванович родился в середине 30-х годов прошлого столетия многодетной семье. Будучи ребенком, он проводил все свое время в играх с соседской детворой. Уже тогда ребята были неравнодушны к спорту и путешествиям. Неотъемлемый атрибут зимнего отдыха – коньки, летнего – палатка. Весь необходимый инвентарь для активного образа жизни мальчишки делали сами. Не без улыбки вспоминает сегодня заслуженный тренер. В баскетбол играли. Прибивали кольца, снятые с бочек, и перебивали к дереву. Играли на два кольца. Даже поднимали штангу, которую делали излома, и от бревен отпиливали чурки и надевали. Чурки держали в воде, чтобы они были тяжелее. В юные годы, будучи студентом автотранспортного техникума, любовь Эриксон к спорту не остыла. Он отстаивал честь учебного заведения в соревнованиях по легкой атлетике и футболу. Но из-за тяжелой финансовой ситуации в семье ему пришлось оставить учебу. Однако даже в таком случае он нашел применение своим способностям. У нас было пятеро детей в семье. И очень тяжело было. Мама работала прачкой в садике. Зарплата была у ней маленькая. Естественно, что нам не хватало есть. Я поступил на машзавод. Выступал и за машзавод, и в футбол, и бегал на лыжах, и даже в коньках участвовал на областных соревнованиях за машзавод. Служба в армии Эриксона Ивановича проходила в Германии, где он также блеснул своим спортивным талантом. Вернувшись в родной город, стал руководителем спортобщества «Спартак». Здесь же он и встретил свою супругу. По сей день на протяжении уже 60 лет она является его главной поддержкой и опорой. Вместе они вырастили целую плеяду чемпионов. Листая альбом с фотографиями, они с нескрываемой теплотой вспоминают каждого воспитанника. Вот все спортсмены. В биографии тренера значится и должность преподавателя физкультуры педучилища. Здесь же он вел секции по легкой атлетике, баскетболу и лыжному спорту. Однако большая часть своей профессиональной деятельности Эриксон Иванович посвятил спортивному клубу техник – Кунгурского автотранспортного колледжа. Во время его работы здесь произошло немало интересных историй. Одна из них – появление нового современного манежа. Был на улице мороз 30 градусов, мы бегали в Исве, в трусах и майке. Вот там такой манеж есть. Директор, ему это стало интересно. Он и мне говорит, все, тебе будет манеж. И прямо уже весной начали строить манеж. Смотря с высоты своих лет и имея многолетний опыт воспитания звезд спортивных олимпов, старейший тренер клуба техник отмечает, что интерес к физической активности среди молодежи заметно упал. Похвастаться той подготовкой, что была раньше, сегодня могут лишь единицы. Радует то, что воспитанию младшего поколения уделяется немало внимания. В подтверждение тому различные городские соревнования, а также регулярно проводимый физкультурно-спортивный комплекс ГТО, к слову, проходящий сегодня в стенах стадиона «Труд». А сам виновник торжества признается, будучи на заслуженном отдыхе уже почти 10 лет, до сих пор поддерживает себя в хорошей физической форме. Физическую форму стараюсь поддерживать постоянно. В настоящее время, вот мне 85 лет, я регулярно хожу на свой огород пешком, иногда пробежкой, иногда шагом. И знаю, что если я нагрузку не сделаю, то я буду плохо спать, и неважно себя чувствовать. А если нагрузка была соответствующая, то и хороший сон, и хорошее настроение. Быть готовыми к труду и обороне призывают кунгуряков специалисты тестирования ГТО. Стадион «Труд» ждет всех желающих принять участие и испытать себя. Каждый, кто верит в силу духа и уверен в своих возможностях, сможет занять достойное место на пьедестале почетов, уверены организаторы. Первый шаг к успеху можно сделать уже сегодня. Для того, чтобы стать участником движения, нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru, нужно получить УИН, затем получить медицинский допуск, также при себе иметь средства индивидуальной защиты. Стоит отметить, что победители и призеры награждаются достоверением и знаком отличия, а это, к слову, является аналогом медали в большом спорте. Благодаря акции «Вместе с ГТО», разработанной на территории города Кунгура, обладатели золотых, серебряных и бронзовых значков смогут получить существенные скидки у партнеров-организаторов. Также знак отличия поможет и абитуриентам при поступлении в высшее учебное заведение. «Для школьников существует программа, при поступлении вузы предоставляют дополнительные баллы при поступлении. Каждый вуз останавливает систему баллов свою». Ближайшая сдача нормативных испытаний ГТО состоится уже завтра. Если тебе больше шести лет и ты готов покорять вершины спорта, тогда скорее регистрируйся на сайте gto.ru. И, возможно, в списке лучших окажешься именно ты. Уважаемые кунгурики и жители Кунгурского муниципального района, мы приглашаем к нам на стадион Труд для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО в труду и обороне». Ближайшая сдача планируется 4 февраля с 10 до 12, и также с часу до 4 стрельба из пневматической винтовки. «Да, вы подходите. Если, к примеру, не знаете, куда обратиться, у нас есть указатели, либо на ресепшене можете спросить, и вам все подскажут». Сегодня утром вновь страшная трагедия оставила без крова очередную семью кунгуряков. Беда пришла в дом семьи Дерягиных. По словам хозяина, все началось рано утром. Сначала он почувствовал запах гари, а затем внезапно пропало электричество. Далее все было как в тумане, признается мужчина. Действовать нужно было быстро. В первую очередь Николай Дерягин вывел на улицу сына, а затем нашел документы и покинул жилище через окно. «Сначала попытался сам тушить. У меня тут стоят два огнетушителя. Схватил первый попавший. Давай там тушить, тут снизу, тут сверху. Ну все, у меня они закончились. А пламя-то еще больше и больше. Как выяснилось позже, причиной возгорания стал масляный радиатор, находящийся в комнате 13-летнего сына. Старый счетчик и ветхая проводка просто не выдержали такого напряжения. В первую очередь пламя объяло комнату ребенка, а затем перекинулось на соседние стены помещения. К сожалению, семья Николая Дерягина не одинока в своем горе. Как показывает статистика, наступивший год стал более беспощадным, нежели его предшественник, ведь количество погорельцев увеличилось почти в три раза. За период 2021 года на территории города Кунгура произошло 11 пожаров. За аналогичный период прошлого года 4 пожара. Рост состоял в 2,7 раза. На пожарах в 2021 году погиб один человек и один человек травмированный. За период прошлого года ни гибель, ни травм допущено не было. Зафиксирован рост количества пожаров по причинах неосторожного обращения с огнем в два раза и поджог тоже в два раза. Всем, кто остался неравнодушным к судьбе пострадавших и у кого есть возможность оказать посильную помощь погорельцам, большая просьба передать предметы первой необходимости по адресу улица Карла Маркса, дом 10, кабинет 12. Большим спросом пользуется постельное белье, посуда. Также нужны вещи и обувь на мальчика 13 лет, худощавого телосложения и мужчине 52-го размера одежды и 42-го размера обуви. Пища на костре, ночевка на лестничной клетке, туалет на улице. Валентин Кожевников почти три года живет под дверью своей квартиры. Доступа в жилье у него нет, поэтому все свои вещи он хранит на подоконнике в подъезде. Соседи знают о нем буквально все, но помочь ему не могут. От Валентина отказались родственники. Он спит на втором этаже, сам он. Он недавно зажигал, под ним загорался матрас. Ольга, соседка, думал, что такое? Дым вышел, под ним загорелся матрас. Но так как у него уж хозяйство на втором этаже, он залил. Никакие ни разговоры, ни воспитательные беседы бесполезны. Смысл жизни, он сказал у меня, в курении. Работать я не желаю. Валентину 53 года. Когда-то он работал на машзаводе, затем на лесопилке. После смерти родных мужчина запил. Члены семьи терпеть такое не стали и выставили родственника за дверь. Сейчас в квартире никто не живет, на контакт с ним семья не выходит. Мужчина нигде не работает, на пропитание добывает собирательством. Сдает вторсырье, говорит, денег хватает. Я банки издаю, коробки издаю, покупаю еду. Выгодно. Не жалуюсь пока. Колбаса имеется. Клик имеется, молоко я не пью. Пиво не пью. Выгнал, выгнал, и все. Сын не пускает. И все. И ключи я даже не знаю, где они живут. Старшая дочь, знаю, где живет. Бывшая, не знаю, где живет. Сын в армии у меня, ну, по контракту. Я даже рады, что их не знаю. Старшая дочь, знаю, на районе уже живет. А что планируете, так и повысажать? Нет, в деревню уеду. Планы на будущее у него есть. По его словам, собирается в Зарубино, хочет устроиться трактористом. Документы в порядке, паспорт и права. Но соседи уверены, дальше слов дело не пойдет. Ну, у него полностью, деградация полностью. Он уже ничего не понимает. Да главное, что компании собирается. И бардак уже три года ровно. Судьба Валентина Кожевникова уже известна социальным службам. Несколько лет назад они пытались оказать ему помощь, устроив его в Белогорский монастырь. Но отработав назначенное судом исправительные работы, мужчина сбежал, вернувшись к прежнему образу жизни. Было принято решение взять его на социальное сопровождение. В ходе работы с ним было выяснено, что Валентин Ильич совершил правонарушение. И был осужден к обязательным работам на 240 часов. Встал вопрос о дальнейшем его жизнеустройстве. При содействии главы Калининского сельского поселения и по согласованию с представителем Белогорского монастыря Валентину Ильичу было предложено проживать и работать в Белогорском мужском монастыре. Валентин Ильич прошел лечение от алкогольной зависимости. В службе социальных участковых был организован сбор сезонной одежды для него. Также была оказана материальная помощь в виде продуктового набора и набора бытовой химии. 20 сентября 2019 года Кожевников был доставлен на машине социальных участковых в деревню Белая гора для проживания и работы. Пробыл он в Белогорском монастыре где-то около двух месяцев. Со слов родственников, если Кожевников Валентин Ильич изменит свой образ жизни и проживание в монастыре пойдут ему на пользу, то они готовы были его вернуть к себе обратно. С тех пор прошло больше года. Валентин снова живет в подъезде. По-видимому, мужчина устраивает такой образ жизни. Насильно заставить его исправиться никто не сможет. Вот только сколько он так протянет, неизвестно. Общение в таком окружении зачастую приводит к криминалу. Быть может, упреки соседей и вмешательство социальных работников снова помогут найти смысл жизни. После нашего обращения социальный участковый намерен отправить его в Пермь. Но только с его согласием. И будем решать его дальнейшее место пребывания. Скорее всего, поместим его в Центр социальной адаптации в городе Перми. И пользуясь случаем, хочу обратиться гражданам города Кунгура и Кунгурского района о том, что если вы знаете о гражданах, находящихся в трудной жизненной ситуации, кому нужна помощь, пусть обращаются к нам в службу социальных участковых. Мы находимся по адресу город Кунгур, улица Карла Маркса, 10, кабинет номер 12. Помощь на высшем уровне. Работу отделения Кунгурского стационара оценили с профессиональной точки зрения эксперты из Краевого Минздрава. Кандидат медицинских наук, врач-реаниматолог высшей категории Роман Энгаус, являясь главным внештатным специалистом-ангиево-неврологом в составе рабочей группы, посетил отделение реанимации Центральной городской больницы. Как специалист он оценил уровень оказания помощи пациентам, находящимся в тяжелом состоянии. А результаты лечения и уровень квалификации наших врачей его приятно удивили. Сейчас я осматривал пациентку в реанимационном отделении, которая, в общем, не то что 100% должна была погибнуть, но с очень высокой долей вероятности, эта категория больных с тем поражением, которое я сегодня видел, они умирают в очень коротких промежутках времени. Здесь медицинский персонал сработал совершенно здорово, я уже коллегам всем сказал, полный объем медицинской помощи, даже практически с высокотехнологическими методами лечения. То есть выполнена диагностика, вся лучевая визуализация, выполнена тромбоэтическая терапия, это введение специальных серьезных лучепрепаратов, которые требуют подготовки медицинского персонала, знания, умения. На сегодняшний день пациентка в очень тяжелом состоянии, но она жива и идет с положительной динамикой. Метод лечения, примененный кунгурскими врачами, на сегодня является передовым, отметил Роман Энгаус. Кроме того, наша больница имеет все необходимые лечебно-диагностические опции. Вопрос лишь в поддержке кунгурской медицины. Это и было основной целью визита, но оценив профессионализм врачей, не обошлось без комплиментов. Настоящие энтузиасты, заведующие отделением, высокая квалификация, энтузиазм великих работе, героизм, я бы сказал, самоотверженный труд. Учитывая, что людей не хватает, они живут тут сутками в этой больнице, но мы в постоянной связи находимся, региональный суть центр, первичный суть отделения. Помощь идет, но им надо помогать. Напомним, сейчас в Пермском Минздраве обсуждают вопрос о расширении отделения реанимации в кунгурском стационаре, открытии дополнительного инфекционного отделения и центра реабилитации на базе санатория «Малахит». На этот год планы уже сформированы. Остается ждать их реализации. Редактор субтитров А.Семкин